Итак, приветствую вас, друзья Илья Курников, команды издательства InfoDVD. Мы провели конкурс, призом в котором были две бесплатные консультации с Надеждой ЛАД. Итак, первую консультацию с Ильей мы сегодня уже провели, сейчас очередь второго нашего победителя, это Дарья. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Я очень рада, что я выиграла эту консультацию. Давайте я сразу тогда приступлю к работе, поскольку у Юрия что-то там со связью, но мы, я думаю, просим ему это небольшое недоразумение. Поехали. Итак, Дарья, давайте рассказывать свою ситуацию. Давайте начнём с того, что я сразу расскажу состав семьи. Я, моя мама и у меня есть ребёнок 11-го года рождения. Мы с мамой примерно с конца 11-го года вместе пытались, в общем-то у нас был бизнес. В связи с чем в конце 11-го года, ну немножко в 12-м году мы взяли большое количество кредитов. В настоящий момент у нас есть один кредит под залог квартиры и получается, ну вот общая сумма наших кредитов на момент, когда мы перестали платить по ним, составляла 4 миллиона. Из них 2,5 – это сумма по залоговому вот этому кредиту, ну вернее она была миллион девятьсот. Давайте я по порядку. У меня кредитов порядка девятьсот тысяч в пяти банках, из которых две кредитные карты. Подождите, а почему четыре миллиона? Еще раз. У меня потребительских кредитов и карточных порядка девятисот тысяч, у мамы порядка шестисот тысяч. Стоп, мы с вами сейчас по одному работаем, только по одному, хорошо? Только по одному? Да, потому что по второму другая стратегия пойдет. Давайте мы сейчас про вас, о вас поговорим, потом про маму, хорошо? Ну хорошо, давайте. Значит, у меня порядка девятьсот тысяч и две с половиной тысяч миллионов, в смысле, это кредит под залог имеющейся квартиры. Собственником, который является мама, соответственно, я залога, я заемщик, она залогодатель. То есть мама поручитель? Она залогодатель, она не поручитель. Она отдала квартиру в залог, я взяла кредит. Поняла. То есть мама как бы выступает с разрешением отдать эту свою квартиру под залог вашего кредита. Да. Кредит вот этот вот именно, квартирный, был взят в январе 2013 года. В конце 2013 года, в начале 2014 года, там пошли кризисные моменты, у нас все очень стало плохо по бизнесу. И кроме того, еще возникло заболевание, которое привело впоследствии к инвалидности моего ребенка. Группа инвалидности? Рабочая? Ребенок инвалид. Так, ему необходимы какие-то медикаменты и обслуживание? Ну, ему необходимы медикаменты, ему необходимы реабилитационные мероприятия, обследования, в общем-то, и прочее. Вот. Получается, что с мая 2014 года мы не платим по этому кредиту и по всем остальным, по сути, кроме кредитов в Сбербанке, которые мы обе закрыли, поскольку там были поручители, другие физические лица, не мы. Вот. С мая 2014 года мы не платим ни по одному кредиту. В том числе и по залоговой квартире? Да, да. Получается, что мы пытались связаться с банком в конце, то есть в мае, в июне, в июле, ну, в 2014 году мы неоднократно пытались связаться с банком. Нам этой возможности не предоставляли. То есть в нашем городе... Город какой? Город Ижевск. Дело в том, что это был банк Номос, и он стал финансовой корпорацией открытия. Пока у них был процесс переоформления этого всего, в нашем филиале просто не видно было информации по нашему кредиту. То есть нам на месте не могли дать никакую консультацию. А когда мы звонили на горячую линию, нас отказывались соединять с каким-либо отделом, говоря о том, что мы уже проблемные кредиты, с нами свяжутся самостоятельно. В конце 2015 года банк подал в суд, но по какой-то причине, возможно, это проблемы с работой почты, там есть и в почтовых моментах, например, доставлены не вовремя или не заведены сроки хранения. Но так или иначе мы узнали об этом, о том, что прошел суд, то есть он прошел без нашего участия, мы узнали об этом только в июне 2016 года, когда обнаружилось, что квартира уже стоит на торгах. В связи с этим мы подали апелляцию и ходатайство об восстановлении сроков рассмотрения. И вот сейчас, буквально недавно, уже в Верховном суде нам отказали в удовлетворении этого всего. Прошло два раза, прошли торги, квартиру никто не купил, ее передали в банк, то есть владелец сейчас в банк. То есть все, вы как бы квартиры лишились, да? Да, эта квартира была не ипотечная, собственная квартира, которую мама отдала. Вы там проживаете до сих пор? Да. И квартира находится в банке? Да. В банке открытия? Да. Сколько она там стоит, выставлена? Какой сумма? Два с половиной миллиона наш долг, они выставляли ее за три с половиной, потом снизили до... То есть сейчас стоит та сумма, которую вы задолжали, правильно? Включается, да. Меньше они не сбросят, а квартира по рынку сколько стоит? Ну, учитывая, что рынок сейчас стоит, в одиннадцатом году стоило порядка там трех с половиной. Сейчас очень сложно предположить, ну, за два с половиной даже, я думаю, будет ее сложно продать. Она такая специфичная достаточно, очень большая, в старом доме. Вам нужно ее сохранить, эту квартиру? Ну, это был бы идеальный вариант. Так, давайте про маму теперь расскажем. Что с мамой? Мама пенсионер. В одиннадцатом году, получается, когда мы все это начинали, еще брали кредиты, я еще была официально устроена, да, то есть я была в преддекретном и декретном состоянии. Мама тоже работала еще помимо, она была уже пенсионером, но еще работала. То есть в настоящий момент она не работает. 50% пенсии у нее забираются приставами. По ее исполнительным производителям. Да. А у меня сейчас, я, получается, не работаю, у меня доходы 13 тысяч пенсии ребенка-инвалида и 6 тысяч пособия по уходу за ребенком. Эти деньги не имеют права снимать. Ну, это я знаю, да. Получается, что, в принципе, вот мои все остальные производства, которые есть, они сейчас будут закрыты без исполнения, поскольку, ну, действительно, мы там не жируем, ну, то есть действительно там нас, собственно, брать-то нечего. Откуда вы знаете, что они будут закрыты? Ну, это договоренность с приставом, он должен выйти к нам. Это уже один раз делалось, потом повторно банки снова... Возбуждали исполнительное производство. И вот он в сентябре должен к нам прийти снова. Хороший пристав у вас. Так, реально хороший, прямо вот не ерничаю сейчас. У мамы списывают 50% с пенсии, правильно? Да. Мама сколько должна? 600. Плюс 2,5. Вот эти 2,5 миллиона, они получаются и на мне, и на ней, поскольку мы солидарны. Солидарны, да, понятно. Квартиры. Вот смотрите, что у вас. У вас сейчас все долги будут списаны, да? 50% у мамы будут списывать однозначно. Тут даже единственное, что можно сделать вот по отношению к маме... Я понимаю, что это два разных банка, Дарья. Вот ипотечная квартира была, которая уже в банке, и которая не принадлежит маме. То есть у мамы получается долг 600 тысяч. Все. И у вас долг 900 тысяч тоже все. Да, то есть квартиры вы как бы рассчитались. Вот с этой точки зрения посмотрим. Правильно? Ну, давайте начнем с этого. Да, вот смотри, с квартирой мы поговорим сейчас отдельно. То есть у мамы 600 тысяч будут списывать 50% однозначно. Единственное, что вы можете сделать, это вы можете пойти к своей администрации и взять правочку о прожиточном минимуме в вашем регионе. И одну третью коммунальных услуг приписать к этому. Вот эта сумма должна оставаться на карточке вашей мамы. На пенсионной карточке вашей мамы. Других счетов у нее нет, другого дохода нет. Правильно? Нет. Имущества тоже нет. Автомобили, дачи, гаражи. Нет. И у вас ничего нет. Вернее, там есть гараж, но он уже арестован. То есть мы про него даже и не думаем, пусть продается там или что они с ним делают. Вот, то есть... А по какой цене его арестовали? Ну, он пока, пока он просто арестован, у него наложены аресты на какие-либо действия, пока ничего там не трогается с места. А он кому принадлежит, гараж? Вам или маме? Он принадлежал папе, и, соответственно, маме сейчас. По наследству. По наследству. Вы от наследства отказались официально? Да. Вот смотрите, если сейчас как бы попросите пристава, если вам не нужен этот гараж, попросите пристава взять еще погашение долга, то сколько он по рынку стоит, гараж? Ну, немного. Я не думаю, что больше 100 тысяч. Это еще очень хорошо. Так, вот смотрите, что вы сейчас можете сделать. Ну, с мамой можно уменьшить у вас пристав. Пристав один одинаковый, да, у вас пристав? Да. Если у вас пристав такой, в общем-то, нормальный, замечательный пристав, то он может... В доме, в котором вы живете, это единственное ваше жилье? А, или это ипотечная квартира, которую отобрали? Ой, залоговая квартира, которую отобрали. Другого жилья нет. Залоговая квартира, которую отобрали. Но она, в общем-то, единственное жилье. Так, еще имущество, которое в квартире находится, достаточно хорошее, либо не жалко. Но в достаточно неблагоприятном состоянии. Ну, я думаю, что отбирать там нечего и не будет. Отбирайте, даже если отберут, вы не пожалеете, правильно? Так, вот смотрите, тогда ничего предпринимать не надо, надо попросить пристава, чтобы он снизил вот этот процент списания с пенсионной карточки хотя бы до 10%, хотя бы меньше, он не спит, у него нет оснований. Основания какие? Во-первых, вы не работаете. Надо предоставить справку о том, что вы не работаете, а находитесь по уходу за ребенком. И получается, что вы, по сути дела, вдвоем находитесь на иждивении мамы, по сути дела. Это неофициально, но приставу вы можете об этом заявить. Мама ваша может заявить приставу о том, что, по сути дела, еще двое человек находятся на иждивении. Поскольку доходности нет, идет большая трата на лекарства. Пусть мама те же самые квитанции приложит, чеки приложат об оплате, выписку из медицинской книжки о состоянии внука своего. Попробует пообщаться с приставом. Если по-человечески, если по-человечески, по заявлению, он действительно сможет 10% оставить. Больше он не снимет, это правда. 10% может оставить. Ну, 10%, согласитесь, это у вас будет, ну, где-то тысячи три вы будете, четыре, да? 10% от пенсии, это у вас будет две, ну, тысячи и полторы, да, будете платить. Пенсия где-то 14-15 у вас. Да, 13, тысячи триста. А у меня вот вопрос, знаете, мы пытались, мы уже два раза написали заявление, мама написала два раза заявление о том, чтобы вот не 50% снимали, а хотя бы оставили приживочный минимум. Он у нас составляет 8 тысяч. Он нам оба раза отказывал, правда, в последний раз говорит, идите в суд, вам там одобрят. Вообще он прав, он прав, то есть он по закону, он списывает 50%. Если вы не согласны, он не списывает, этот вопрос решается в суде. Я думаю, что суд удовлетворит вашу просьбу, тем более, что он не против этого. Вам нужно маме обратиться в суд и попросить списывать вот эти 50%, объяснив тем, что квартира уже отдана банку, она находится в собственности банка, что у вас такая общая сумма, предоставить справку о семейном положении, о общих доходах и так далее. Возможно, даже вам на субсидии здесь в данном случае можно будет подать. И я думаю, я абсолютно уверена даже в этом, на 99,9% что суд пойдет вам на встречу и снизит ставку вот 10% от пенсии вашей мамы, снизит до 10% с учетом семейных обстоятельств. Поэтому в суд надо обратиться. Суд общей юрисдикции, не мировой суд, а именно суд общей юрисдикции. Вы обращаетесь в суд. Если пристав не снижает, хотя я не понимаю, почему, а вы к старшему приставу обращались? Мы обращались к старшему приставу. У нас пристав вот этот вот, который сейчас, он новый. Но уже он оба раза отказывал, потому что мы это все делали недавно. Он, в принципе, каждый раз какие-то основания. Первый раз он нам написал, что недостаточно, на его взгляд, мы не обосновали, что у нас бедственное положение, у нее точнее. Второй раз мы уже это обосновали. Он сказал, что предоставьте справки о размере семьи. Но вообще, видимо, у них там какое-то внутреннее распоряжение, что вот он говорит, идите в суд, вот это будет проще для всех. Потому что, видимо, он будет составлять по какой-то своей необходимости нам палки в колеса по возможности долга. Вы знаете, но у него по закону 50%. И чем больше он взыщет, тем будет больше исполнительских сборов. Это вы понимаете, да? От исполнительского сбора зависит благополучие ФССП. То есть вот здесь как бы все на поверхности. Поэтому вы попробуйте все-таки предоставить ему те документы, которые он от вас требует, и заодно, и заодно написать... Вот, знаете, вот сейчас, просто сейчас вы меня должны понять, когда мы начинаем писать жалобу у нас старшему судебному приставу на нашего пристава, мы всегда хотим смягчить удар там. Вот он старался, будьте любезны, помогите нам и так далее, да? То наш пристав говорит, нет, не так пишется жалоба. Пишите, что вы обращались ко мне неоднократно, что я бездействовал и так далее. То есть он сам просит, чтобы мы в своих претензиях как бы катили на него бочку. Мы говорим, да ладно, вы же хороший, он говорит, пиши давай вот то, что я... И прямо мы по диктовку иногда пишем вот такие грубости прямо в заявлении. И вы точно так же напишите одно хорошее заявление о том, что вот войдите, пожалуйста, в наше финансовое положение и так далее, чтобы снизить ставку от пенсии. А второе вот такое грубое. И сначала пойдите к своему приставу и скажите, вот какое мне заявление подать, чтобы вам-то не было плохо. Сейчас вам с приставом никак нельзя ссориться. Вот прямо никак нельзя ссориться. Если он скажет, вот эту давайте, тогда вы отнесете то, что надо. Потому что вы идете теперь помогать приставу, чтобы он принял правильное решение. Помогать приставу. Вот это действие вашей мамы. Что касается вас, по отношению к вам, я думаю, что уже приняты решение пристава. Теперь давайте поговорим про квартиру. Квартира находится в банке. Поверьте, ее никто не купит. И еще 10 лет ее никто не купит. Я понимаю. Я говорю, это понимаю. То есть вы можете жить там спокойно всю оставшуюся жизнь. Вам хватит счастья на долгие годы. Пока там проживает мама пенсионерка. Пока там прописано. Я надеюсь, вы там все прописаны. Мы там все прописаны, но ребенок на момент взятия кредита был не прописан. И там в кредитном договоре есть слова о том, что мы осознаем... Не волнуйтесь. Это ваше имущество. Что оно там с ним творится? Оно не было под обременением. Там не было запрет на регистрационные действия. Поэтому ваше действие абсолютно правильное. То есть вы прописали своего ребенка. Вы можете даже сказать о том, что вы прописали его только потому, что вам необходимо было лечение по месту жительства. Правильно? Нам нужен был садик. Да. То есть вам необходимо было... А, он тогда еще здоровенький был, да? Да, вот, то есть вы прописали по необходимости. Но потом возникла следующая ситуация. И теперь в вашей квартире прописана мама-пенсионерка и ребенок-инвалид, которому 7 лет. Вот вашу квартиру лет 10 никто не купит, это точно. Вот еще. Эта квартира приватизированная? Да. Все участвовали в приватизации? У нас, получается, мама и трое детей. Мы все отказались от долей. Вы тоже отказались от доли. Да. И, кстати, я хотела вас еще спросить. Вот мне тут брат, да, он прислал такую информацию, выписку из судебной практики о том, что аналогичная ситуация, квартира передана, но один из тех, кто отказался в свое время от доли, подал... Вы имеете полное право пожизненное проживание. Да. Это да. Если вы отказались от приватизации, вы имеете право на пожизненное проживание. То есть пройдет еще 100 лет, вы будете жить там припеваючи. А у меня вопрос. А то, что я подписывала при этом кредитный договор, то я ведь подписывала... Ну, что, хоть что. Я там писала отдельную расписку, что я... Вы отдали квартиру. Вы отдали квартиру. Все. Какие вообще могут вопросы? А жизнь я там все равно могу. Да. Да. Вы имеете право проживать всегда, потому что вы отказались от приватизации. Поэтому, смотрите, вашу квартиру не купит никто. Никогда не купит. Если вы на сегодняшний день действительно обладаете такой жесткой финансовой ситуацией, вы можете вообще даже не беспокоиться, вы можете жить в этой квартире. И даже если кто-то придет ее смотреть, он увидит, он увидит по документам, что вы имеете... Квартира двухкомнатная одна? Четырех. Четыре комнаты. Ну, смотрите, даже если кто-то купит, да, вот мне взбрендит в башку купить вашу квартиру. Вот взбрендит просто, да. Хотя, если по рынку, я могу гораздо дешевле купить и гораздо благонадежнее квартиру. Согласитесь, за эту самую сумму. Поэтому, если вдруг я покупаю вашу квартиру с точки зрения знающего человека, я прихожу к вам и говорю, так, маму ждем, пока она там доживает, да, свое время мы ее выписать тоже не можем. Мы ждем время дожития. Сколько маме лет? Шестьдесят пять. Ну, в общем, она молодой еще человек, поэтому вряд ли там кто-то согласится дожидаться в это время, не дожидите. Вот я вам выделяю одну комнату, вы имеете право здесь проживать, потому что у вас это право есть, да. Если я трижды перепродам квартиру, чтобы вы знали вообще, к чему готовиться, я говорю самый худший вариант. Я трижды перепродам квартиру, вашу маму выселят за белые ручки. Понимаете, придет пристав и просто выведет ее. Третий человек, который купит эту квартиру, будет иметь право выселить вашу маму. Ребенка и вас выселить не может никто, даже шестой покупатель. Но я могу выделить вам одну комнату с правом пользования, общих мест, там туалета, ванны и кухни с коридором, с правом пользования. И в остальных трех комнатах проживать сама. То есть ваша квартира превращается в коммуналку. Если я получаю, хочу взять эту квартиру как инвестиционную квартиру, то... Ну, вы можете ее еще, наверное, сдавать другим людям. Да, да. Это будет самый такой печальный для нас, наверное, исход. То в другие три комнаты, конечно, я могу заселить гастарабайтеров. В этом случае вы будете... Вы можете жаловаться на меня, нового квартиросъемщика, хозяина этой квартиры, о том, что я не плачу налоги, за то, что я не зарегистрировала вот этих всех 100 штук гастарабайтеров. Да, то есть вызывайте полицию, чем чаще, тем лучше, для того, чтобы показать, что ваши соседи ведут себя неадекватно. То есть всячески давите на хозяина. И он это предполагает, понимает. Единственное, что может сделать, ему будет абсолютно наплевать, он будет получать доход от сдачи квартиры. Сдача квартиры у вас сколько стоит? Сдача комнаты? Ну, 4 тысячи. 5 тысяч. 4 тысячи, 5 тысяч, это не стоит того. То есть он вот эти свои 2,5 миллиона с проблемами вернет через 100 лет. Ему вот это, вот как инвестиционная квартира, ваша совсем неинтересна. Понимаете, совсем неинтересна. Соответственно, получается, что... Она будет вечно висеть в банке. Вечно. А наш пристав предполагает, что сейчас банк подаст в суд на выселение. Нам этого нужно не бояться. Нет, вы можете не бояться. Вы знаете, вот вашу маму нельзя выселить, потому что она пенсионерка, вас нельзя выселить, потому что вы отказались от приватизации. Ребенка-инвалида, естественно, тоже никто не даст. Вы можете даже обратиться в отдел опеки, и они встанут на вашу защиту. Это однозначно. То есть пускай, что хотят, делают, и даже если суд примет решение о выселении, даже если суд примет решение о выселении, то можно побороться только за маму. Да, там сказать, что она не имеет права, и вы не имеете права выселять пенсионеров, тем более сейчас идет зимний период, тем более в зимний период не имеют права выселять никуда. Либо выселить с предоставления вам жилья. Вот такое решение суда тоже может быть. Чувствуете? То есть такое тоже может быть. То есть вам могут предоставить жилье по суду. И тогда банк может предоставить свое какое-то жилье для того, чтобы вот большое жилье отобрать, а маленькое жилье у вас ввести. Это будет тоже неплохо. Но есть еще один способ у банка взять эту квартиру. У вас есть родственники хорошие? Да. Пусть они эту квартиру возьмут в ипотеку под малый-малый процент. Квартиры, которые в банке висят с обременением, зашибись каким, а обременение тут ох какое, пусть они в банке именно эту квартиру возьмут в ипотеку. Вот, например, под 3%. Банк будет счастлив до безумия отдать, ну, и цену снизить. То есть не за 2,500, а за 2,200. Мы возьмем у вас эту квартиру под 3, там, ну, 6% годовых. Банк такую ипотеку одобрит. Это не в раз, а там с графиком каким-то опять же, да? Да, да, конечно. И как только у вас будет график, естественно, родные будут с... 6% это слишком мало. На 20 лет это получается по 150 тысяч, там, да, по 100 тысяч в год, это будет примерно по 8 тысяч в месяц. Это много, да? Но в любом случае это выход из положения, когда можно квартиру свою обратно забрать. И еще, пока вы будете выплачивать вот эти обратные квадратные метры, можно сэкономить какую-то часть денег и быстро ее прокручивать в инвестиционных проектах, прямо прокручивать. То есть вот я так понимаю, что вы сидите дома, мама сидит дома, у вас компьютер есть, надо все-таки войти в инвестиционные проекты хотя бы в тысячи рублей начать накручивать деньги. И тогда вот эти деньги как бы сами себя будут погашать в кредитной задолженности, в ипотечной задолженности. Попробуйте сделать так. То есть я думаю, что это наиболее интересный вариант. Вы уже и не 4 миллиона будете платить, и даже процентов никаких здесь не будет. Ну, то есть... А если совсем не сможете платить, опять та же самая история, да? Опять вы берете квартиру, там уже останется, там, допустим, полтора миллиона. И опять обременение. Банк замудохается с этой квартиры, пока он с вами здесь разберется. Попробуйте, попробуйте. Третье лицо, чтобы третье лицо... Конечно, вы сами можете, но вряд ли вам банк продаст ипотеку, поскольку вы являетесь черным заемщиком, да? Так будем говорить. Через третье лицо выкупить вашу квартиру в ипотеку. Попробуйте. Еще, Надежда, у меня вопрос еще раз по мне, да? Получается, вот у меня сейчас закроют опять эти производства, да? То есть у меня, как бы, получается, долгов не станет. Нет, это неправда. Я хочу уточнить, что это происходит, что это означает? Исполнительный документ, исполнительный лист по суду, правильно? Он отправляется обратно из ЦУ. Пристав по 46-й статье закрывает по акту о невозможности взыскания и отправляется исполнительный документ обратно из ЦУ, то есть банку. Что банк может сделать? Банк может положить в стол и навсегда забыть, может списать долг в убыток, потому что у вас уже дважды исполнительное производство возбуждено и дважды вам отказано, то есть закрывался, прекращалось исполнительное производство, подать в налоговую декларацию о том, что вы взяли там сколько-то, 4 миллиона или сколько, да, и вам необходимо заплатить налог. Налог можно тоже так же платить частями. Главное, что сокрытие дохода не будет. И не сразу, естественно, все это можно сделать. Вот это может совершить. А может продать коллекторам. Вот если банк продаст вас коллекторам, ну, тут вообще очень хорошая ситуация. Вы же прекрасно понимаете, что коллекторы вас населить точно не смогут. Вот точно не смогут. И они этим даже заниматься не будут. В данном случае вы можете закрыть свои 900 тысяч, но процентов за 10, и коллекторы будут просто счастливы до безумия. И точно так же можно попросить рассрочку. Точно так же рассрочку. А какая-то вот исковая давность вообще у долгов бывает или это? У вас нет исковой давности, поскольку у вас исполнительное производство в работе. Как только исполнительное производство заканчивается, вот, например, если банк сейчас получит в обратную сторону исковые документы, 3 года продержит в столе, срок исковой давности закончится. И если он будет все время возбуждать исполнительное производство, то срок исковой давности замирает. А банк, если захочет, он будет до 10 лет муржить вас своим исковым заявлением, исполнительным документом, возбуждать исполнительное производство, снова получать исковое заявление, исполнительный лист обратно к себе и так далее. То есть он может муржить вас до 10 лет. Через 10 лет, ну, я думаю, что либо Ишак сдохнет, либо Шах помрет. Так что у вас ситуация достаточно неплохая, поверьте, достаточно неплохая. Снизить процент у мамы возможно, попробуйте через судебного пристава, через старшего пристава не получится, идите в суд, смело идите в суд. Даже если не снизят до 10, хотя бы до 20 снизят обязательно. Вас отправляют по исполнительному производству, исполнительное производство прекращают исполнительный документ, отправляют обратно в банк. Поэтому у банка два пути. Либо списать долг в убыток и отправить в налоговую информацию о налоговых ваших обязательствах, или продать коллекторам. Если они продадут коллекторам ваш долг, то выкупить у коллекторов можно за 10%. Либо снимать так же самое, то же самое, затянуть вот эту тягумотину на 900 тысяч, и опять та же самая история произойдет, и опять пристав отправит, опять новому взыскателю исполнительный документ и так далее. То есть вот та же самая история может произойти и с коллекторами. Поверьте, коллекторы на сегодняшний день не возюкаются с проблемными должниками, потому что у них портфель на тысячу, на две тысячи участников, и 30% своих от взыскания они все равно получают. Поэтому у вас как бы даже в резерв они не будут стоять. Попробуют, конечно, взыскать, но вряд ли что получится. Ну и за свою квартиру надо побороться, взяв, поторговавшись с банком. Банк прекрасно понимает, что эта квартира никому не нужна, абсолютно никому не нужна. Скрывать позицию не надо, там, да, я брат своей сестры, и эту квартиру я хочу как бы вернуть через себя, там, да, я там, сват, брат, как угодно. То есть скрывать совсем не обязательно, если спросят. Если не спросят, не надо лишнюю информацию выкладывать. Вот такая стратегия у вас, в общем, достаточно неплохо. Здоровья вашему ребенку. Спасибо вам большое, очень прям познавательный. Спасибо вам большое. Я встала на полочке. Все, спасибо. Здоровья вам. Спасибо большое. Пока. Вам успехов, до свидания. Пока. Итак, консультация завершена. Надежда, как обычно, нашла выходы из сложной финансовой ситуации, подсказала их Дарья. Спасибо Надежде, спасибо Дарье. Поздравляю Дарью с победой в нашем конкурсе. Надеюсь встретить ее вновь на нашем обучающем курсе «Антикредит-2018». Ждем всех на нашем курсе. Пройдя обучение, вы научитесь не только решать свои финансовые проблемы, проблемы своих близких, родных и друзей, но и научитесь зарабатывать. С вами были Надежда Лат, Дарья, Юрий Корвиков и издательство «Эдфи-Дивиди». До скорых встреч в эфире. До свидания. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok